так это что артем ты будешь делать если танки будут мински российские дни джевелинов если российские танки будут в минске то я ничего не буду делать потому что к тому времени как российские танки будут в минске я уже буду в действующей армии скорее всего учитывая мою специальность по военному билету я буду копать окопы где-то под могилевская область ну где-то могилевской области на чьей стороне на стороне республики беларусь потому что до минска российским танком еще нужно пройти как минимум могилевская область как максимум милевскую и витебскую как абсолютный максимум могилевскую витебскую гомельск поэтому ребят стране вишнури на беру захват беларуси это очень смешная ситуация на самом деле люди которые разгоняют сказки про захват беларусь и они немножко не понимают отношения между беларусь и россии и отношения населения беларуси россии этой всей ситуации то есть захват расте может быть счастлива беларусы нет беларусы у них у нас выросло несколько поколений которые которым насрать на россии откровенно признаться абсолютно так может когда будет подобная ситуация будет на срать на то что происходит тот момент чего артем помнишь такую фотографию когда войска вермахта ломают польские пограничные шлагбаум это не фотография это кинохроника это вырезка из кинохроники там где этот дедой чего кеншау показывает как вермахт ломает польские пограничные эти шлагбаумы да да это еженедельный обзор артема ты не думаешь факторы обработки вот этой молодежи которые якобы наплевать своими предками то есть бабушками дедушками и родители а я столкнулся с молодежью которую обрабатывали свои предки там бабушки дедушки и так далее думаешь им россия нужна на хер там плавал чем просто живет в бресте вот чем дело но я живу в минске тоже сам могу сказать что и артем молодежь голораздо умеющим ватники старые все но не то чтобы умнее ребята молодежь на не то чтобы умнее молодежь она просто понимает что вот они родились без россии россия ну типа как бы помогает но так не особо это по ящику они слышали это родители не слышали про великий советский союз который там зажимал людей им это не нравится это очевидно дальше если мы так дальше пойдем тонну хорошо ну а что толку быть федеральным округом российской федерации когда есть интернет и когда видно что в российской федерации обшарпанные больницы и когда-то заходишь в белорусскую больницу или в белорусскую поликлинику там не обшарпанность не тараканов ничего такого подобного нет но приближается но не знаю как приближается сокращают расходы в больнице сокращает пусть сокращают судя другому суть в том что у нас есть с чем сравнивать мы можем сравнить российскую федерацию с республикой беларусь и в российской федерации по сравнению с республикой беларусь кошмар и ужас и просто от люди которым до 25 лет там 18 19 20 21 22 и так далее среди моих однокурсников был один единственный ватник который рассказывал про российскую империю над ним сначала преподы поражали потом преподы дали ему книжечку почитать потом книжечку почитал а потом он вылечился от своей любви к российской империи но в течение времени это где-то происходило на протяжении трех курсов сегодняшний день на 4 курс он уже не такой российский патриот имперс своих рассуждениях есть одна ошибка ты смотришь со стороны беларуси на стол на россии там не наплевать на те главное чтобы что у себя в стране происходит не делать гражданского общества у нас не смотреть как же вы достали смотрите реально на россию а не на себя со стороны россии я могу сказать что россияне они будут очень счастливы и очень рады когда российские войска вторгнуться в могилевскую область вот когда к ним начнут приходить гробы вот тогда они подумают и почешутся вот как с украиной был они подумали и почесались а стоит ли вообще вот тут все а нужен ли нам крым когда начали приходить гробы когда начали закрывать банковские счета там и так далее тогда большая была большого было дело буквально года за два не пони ну хорошо торгнуться российские войска на территорию республики беларусь и что они получат для чего они туда не вторгнутся не туда кровь и смерть не если даже когда они туда войдут они получат кровь и смерть в отличие от украинской армии наша армия она все-таки в более боеспособном состоянии потому что у нас извините у власти диктатор а диктатор он опирается в первую очередь на вооруженные силы и внутренние войска именно поэтому вооруженные силы и внутренние войска они никогда ни в чем не нуждались нашей стране том-то и дело что если представить такую ситуацию что вдруг такое что-то будет чем-то в моем понимании просто промыли мозги поэтому так считаешь извини ну просто ты смотришь российскую то есть стотника там всякие камиказы и так далее то есть и считаю что они нас нападут ли быстро захватит на самом деле не дальше я не говорю про нападение захват я немножко другую что его не будет ни нападение не захват будет чтобы будет крым не дает крым наш вы можете аргументировать ты изначально бред сказал потому что крым это не страна не говорю будет беларусь я это и вполне может быть страной статус автономной республики имел составе украины путина ребят успокойтесь почему потому что во первых произошел уже наш был общественный резонанс уже второго такого поступка не будет если есть такой поступок повторится что очень маловероятно будет дикая жопа ну путина так у нас и так союзное государство и так ты не понял смотри путину следующий срок же надо как-то оправдать обнуляется конституция и белорусская и российская что за бред что за чушь собачья нету зачем они стреляют никаких выборов российской федерации уже давным-давно нет поэтому неси пожалуйста откровенный бред путина там будет пожизненно имена на голоса и на прочее единственно революция здесь не в том что путин будет выборы какие-то делать или не будет какие-то выборы делать здесь бред и чушь в том что обнуляется российская и белорусская конституция во-первых российская конституция обнулиться может только через российский референдум это раз белорусская конституция может обнулиться только через белорусский референдум это два дальше союзное государство это мертворожденная организация которая создана только для того чтобы вытягивать из российской федерации деньги и квоты на нефть и газ все больше ни для чего это союзное государство после того как пришел к власти путин а зачем тогда это нужно путина самому что нужно путина про вытягивание после того пришел к власти путин в 2000 году больше ни для чего в российской федерации вот эти вот не нужно было она зачем в 96 году еще при ельцине тогда еще была какая-то возможность ли лукашенко стать председателем совета союзного государства тогда еще были какие-то разработки по поводу совета союзного государства тогда еще были какие-то разработки по поводу столицы союзного государства но такую же цель на латин ставить не может в данный момент здесь в том что союзное государство учитывая все документы которые подписаны до путина еще при ельцине они говорят о том что не беларусь войдет в состав россии а россия войдет в состав белоруссии потому что столица союзного государства это минск эмиссионный центр должен быть по документам в минске поэтому союзное государство и замороженное и она больше никогда и нигде не всплывет только в качестве пропагандонской вот мишуры только в лучше эмирс на почему ты такой пессимист почему ты не рассматриваешь варианта крымского сценария с маленске зеленых наших человечков туда пошлем сделаем крымский сценарий когда россия развалится у меня вопрос у меня вопрос карте у нас надо пожалуйста там столько быдло всяких сафонова ярцева не надо пожалуйста вот этот весь брод и беларусь пожалуйста не надо нет это сделаем автономный округ белоруссии он будет типа отдельно и будем качать туда все ресурсы беларусь округа была очень интересная история где-то в нулевых годах когда по моему миллер или кто-то из российских то ли олигархов то ли парламентариев сказал что беларусь это вообще шесть российских губерн был такой громкий международный скандал который подняли кстати вот наши парламентарии и наши эти лукашенко там и все остальные стандал замазывали лет пять кота рубишь флату какой посмотреть вот артем артем как раз почему ты не учитываешь эту теорию которую мы выводили о том что сведение с россией это единственный способ спаси шкуру семье лукашенко лукашенко оборот наоборот изначально он потеряет полностью свою власть потеряет на жизнь нет наоборот я не знаю какую теорию рассматривали я знаю что лукашенко он больше всего на свете любит власть абсолютную власть то есть человек который любит власть он никогда этой властью не поделится вот у человека есть 10 почти 10 миллионов человек которые ему принадлежат он является их князем суверенном царем и так далее он так считает неужели ты думаешь что он с каким-то владимиром путиным поделится тем более что владимира путина лукашенко ненавидит и презирает зачем делиться забыл ведь что жесток шайше не просто мне интересно зачем делиться если он просто в какой-то момент поймут что все его на я так скажем рабы просто ему не подчиняются что произойдет в этот момент более значительная часть ну загонится наверно дубинка в жопу как вот было в могиле относительно где-то недавно в этот момент он скорее всего улетит какую-нибудь замечательную страну типа китая а как же ростов а причем здесь ростов вы думаете вы думаете что лукашенко очень сильно любит россию так и европу он фалит страна запада вряд ли китай не знаю вы верите вы верите словам лукашенко когда он говорит о том что вот и мы там с россией братья навек вы серьезного что в какие-либо слова лукашенко вообще верите чувак а ты веришь когда говорят из китайцами братья навек ты серьезно это на самом деле мишура по телевизору которые впихивают головы все это на самом деле